Делается новое. На границе все тихо, спокойно. Правда, мы когда заезжали на белорусскую границу, мы там заблудились. Стоят куча длинномеров, и где въезд на границу, выезд с границы видно, и то это была не граница, я не знаю. Длинномеры стояли под ангар, ну, ангары эти пропускные. Мы сначала проехали по дороге, потом вернулись, смотрим, будочка стоит, мы подошли, а женщина нам говорит, 16 рублей надо заплатить за электронную очередь. Мы заплатили, там высветилась на табуу наш номер, все, мы можем ехать. Нам сказали, что по этой же дороге, где мы заехали сразу, до самого тупика отъезжайте. И когда мы уже до самого тупика поехали, мы увидели ту границу, через которую мы пересекали. А то я уже думала, что такое? Где граница? За месяц испоганили границу. Приехали, смена спокойная, девочки посмотрели паспорта, русские, украинские, посмотрели, что в машине, ничего не лазили по сумкам, там всю собаку вообще не проверяли. Отпустили на латвийскую границу. Приехали на латвийскую, а они, я думаю, на белорусской долго стояли, еще когда паспортный контроль. Мы приехали, были первые, потом за нами подтянулись еще в машины, и были... Цыгане? Да не, я думаю, не турки, что-нибудь цыгане. Ну, что-то такое-то, национальности. Мама в этом платке. И, ну, в факт того, что просто одна семья, вторая семья, три семьи их было. Их же по четыре, по пять человек. Мы пришли, первые, нам никто не сказал, что надо было платить еще госпошлиной или что-нибудь такое? Транспортный налог. И мы пошли обратно. Пока дождались кассу, то все, это турецкая братья, пятнадцать человек, пока дождались их. И вот, паспорта проверили, паспорта, поэтому сели в Латвию. Латыши тоже проверили паспорта наши украинские, русским уже не давали паспорта. Говорит, у вас ВНЖ, финская. Проверила, сразу штампы поставила. Говорит, идите на таможню. На таможню пошли. Там дядя такой добрячок на лялю сразу. А лялька вышла с машины, начала подтягиваться, что-то там по-своему гукало стояло, урчало. Говорит, так кто здесь такая злая? Взял ее документы наши, посмотрел быстро, да? Ее взял, на проверку куда-то унес, вынес и доброго пути. Все. А я еще тетя Фри купила две бутылочки. Мускатная и белая, и красная. Я не скажу, как называется. Если не забуду, то сниму. Ну, все. Слава Богу. С Божьей помощью. Мы выехали. Все тихо, спокойно. Ой. Ну, это целый квест. Рассказывать, как мы ездили за паспортами, как мы целый день доставали ляльке евро-сертификат этот. Как мы под дождем мы ехали с Беларуси ночью, потому что ничего не видно было. Это надо сидеть, рассказывать долго. Мы сейчас уставшими. Хочется горячего чая или мивины, да? Мы отметки запарим. На стоянке где-то. На стоянке где-то. На стоянке. Ну, где-то на заправке. На подбиентку запарить. Эй, лофотки. Все тихо, спокойно. Слава Богу. Не, потом куда повернуть. Сейчас прямо. Ну, вот сколько тут. Давай. Ой. Это Латвия. Поверните налево. Налево. Я ж не могу за основлять за эти. За местную фауну и за дорогой? Да. Жрать другу хочется. Жрать хочется, Мишки. Мишки. Платились. Остальные все из магазина. А здесь ярмарка. Взяли кусочек копченой свинины и гриль. В магазине был. Мы тут взяли, потушили. Журенька на меня, а я грязный. Столько яблок в этом году. Не знаю, как везде. Но в Латвии прямо на улице их полно. И мы были в Беларуси, да? В Беларуси тоже. Много яблок на улице. Мы еще набрали. Думали, на границе их заберут. Нет. Яблоки с нами едут. Одни были кислые. Думаю, на компот пойду. Вторые схомячили. Я на втором седине сижу. Многие отдыхают. Засыпаем на ходу. Сижу, прямо рублюсь сзади. Как думаешь, мы в Эстонии или в Латвии? Беспонятно. А, посмотри, тут пока. 600 метров. Плавный поворот налево. Плавный поворот налево. Плавный поворот налево. Какие-то магазины. Какие-то магазины. Я жалею, что не взяла маленькие тоже тарелочки. Точнее, большие тарелки. Будем заезжать. На кофе? Будешь кофе? Уже не будем. Уже не будем. Уже не будем заезжать. Уже не будем. Уже машина стоит. Я ж не могу. Скажешь. Я ж тоже не могу. Я сприласт. Я сприласт. Прилетит. Кофе с зефиркой. Через 400 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Вся Латвия в таких вот комочках. Сейчас, видно, сбирают сено. Прямо едешь и все поля в всяких вот комочках. Будем монтировать тут. Участок большой. И стоит света. Офа. Фух. Массажные задницы. Сколько мы? Мы... Ну все правильно, да? Смотри. Мы в среду в среду. В 7 вечера уехали, в четверг весь в Мариуполе утром мы приехали, сколько мы? Полтора часа поспали? Да, полтора часа мы поспали, весь день дороги. На утро в пятницу мы опять уехали в Седово, в Старобешево, чтобы зарегистрировать машину. И ночью мы уехали в Краснодар. В субботу мы полдня проездили, чтобы взять, сляли справку, мы так ее не взяли, только там поставили печать, что мы заехали в Беларусь. И в обед у нас уже полтретьего был автобус в Минск. Мы полтора суток были в дороге в Минске. В Минск приехали мы полдня, в понедельник. И мы вечером, да, в воскресенье приехали, добрались до машины, переночевали в машине. И в понедельник мы на автобусах, не на машине, поехали в Беларусь искать государственную клинику, чтобы взять евросертификат. Мы приехали в машину. Наверное, начало шестого, да, Сереж? Начало шестого было. Мы вернулись в город, нашли ветеринарку, где нам сделали евросертификат. Мы покушали, сели в машину, и тут начался ливень. И вы видели, как мы под ливнем ехали. Все, вот этот месяц этот был просто такой темп, как в молодости. Работа, дети, магазин, помощь родителям, работа, спортзал, дети. Здесь проблемы, нервы мотают, не получается, ты хочешь что-то изменить, а оно не получается. Я помню, я помню, на таблике, когда мы стояли на сверла, я вообще, вот так вот тоже выключал, серьезно. О, я отрубился. Да, да, я помню, особенно, когда последнюю, вот, четвертую смену в ночной работаешь, уже на реверсе, стоишь, заглядываешь в бункер и держишься за эти ограждения. Так, раз и провалился. Уже стоишь, спишь. И сейчас прям едем, боремся. Со сном. Я решила, нам доехать до Таллина, сесть на паром, и на пароме 2,5 часа, пока Сережа будет парковать. Ой, нам некуда. Этот. На пароме поспим. 2,5 часа. Хотя бы те же 2 часа. Мне эта тучка напоминает хрюшку. Она отлежит. Лапы. Хрушка. Хрушка. Хрушка музыка. Музыка. Вся Латвия в комочках. Не могу сказать, что за город. Город. Куда нам? Прямо или туда? Прямо. Едем, едем. Лес. Опа. Город. Едем. Ой. Шо ты смеешься? Сергей Вячеславович. Я не смеюсь, я варю. А шо ты меня комментируешь? Я говорю, едем, едем. Соседи из села. Они с какими-то. Через 200 метров. Поверните. Ну, это трудно сказать. Поверните. Просто моголочек какой-то. Поверните налево. Я на заправку. Я на заправку. Ой, все. Маршрут потеряла. Пик-пик. Пик-пик. А тут карточка. Ну, да, попробуем. А, там тоже карточка. Ой, ой, ой. Мы подъезжаем до Таллина. Немножко машинка начала выделываться. Живет масло. Сережа говорит, как все вымерен. Сережа говорит, как все вымерен. Случал, что паром найти. Да, вот, вот. Найди паром, пожарь. Пошел, что спать. Паром не нашли. Не пожар. Пролезь до Таллина. Пролезь до Таллина. Чёртовое колесо стоит на крыше дома. Смотри. Только прилетели в Таллин. И сразу с корабля на бал. Точнее, с балла на корабль. В Таллин. И ничего нет. Купили билеты. И сразу на теплоход. А он, по-моему, один идёт. Уже девушка меня там смотрела. Он один посвечивал. Он один посвечал. Перевеживал.